В Одессе у чиновников новая мода – проведение субботников. Правда, речь идет не только и не столько об уборке территории, сколько о высадке молоденьких саженцев. Как выяснилось, это прекрасный повод попиариться городским руководителям, чтобы на фоне высаженного деревца громко объявить о своей небывалой любви к природе в целом и городу в частности. Ну а пока одни чиновники коллективно сажают саженцы, другие чиновники не менее массово освобождают городские улицы от взрослых зеленых насаждений. Чем уже который месяц ведет борьбу общественная организация «Зеленый лист». Более того, у общественников появилась надежда на то, что коммунальщики их наконец-то услышат. В свете весьма неспокойных событий, происходящих сейчас в нашем городе, как-то совсем незаметно прошла новость о том, что общественникам из «Зеленого листа» удалось наконец найти общий язык с коммунальщиками из гор Зелентреста. Напомним, «Зеленый лист» – это та самая организация, которая не просто проводила массовые акции протеста против уничтожения зеленых насаждений, но и активисты которой сами высадили сотни деревьев на французском бульваре. А теперь еще и следят за тем, чтобы в Одессе прекратилась массовая вырубка деревьев под предлогом их ветхости. И чтобы коммунальщики имели на проведение таких работ соответствующие документы. Минимальный набор – это удостоверение личности сотрудников гор Зелентреста, это ордер на спил на валку дерева, и это документ, акт на выполнение работ с указанием конкретного адреса. Общественники требуют введения моратория на так называемую омолаживающую обрезку деревьев. Нас не устраивал подход вот такой вот омолаживающей обрезки под шнурок, когда все деревья, в общем-то, независимо от того, что это за порода дерева, независимо от того, где она находится, просто под шнурок обрезались по одной высоте. Отдельно, конечно, стоит поговорить о борьбе с тополиным пухом, которая в нашем городе обрела какие-то странные формы путем вырубания самого дерева. Это прямо как в том анекдоте, когда от головной боли спасаются с помощью гильотины. Только в отличие от анекдота все происходящее совсем не смешно. В департаменте экологии уверяют, деревья не вырубаются, а омолаживаются. Мы их омолодили, мы обрезали, ни в коем случае не уничтожили. Уничтожаются только те деревья, которые пришли в негодность и, не дай бог, вадают людям на головы. Для этого есть комиссия. Туда входят и представители области, департаменты экологии, зелентреста. Это специалисты, которые четко разбираются в веке этого дерева, состояние его и насколько оно пригодно. Поэтому ничего просто так не удаляется. И тем не менее, деревья удаляются, начиная с французского бульвара и заканчивая вырубленными под предлогом благоустройства потещеным мостом и на радиорынке деревьями. Более того, Владислав Болинский ведет свой счет погибших, вернее нагло вырубленных зеленых насаждений, вырубленных просто в угоду кому-то. Естественно, те деревья просто уничтожены. Также возмущает ряд фактов подрезки под заказ. Понятно, что это те же специалисты городселентреста, но я просто факты сейчас подбираю, когда деревья подрезаются аккурат под то, чтобы… Нет, под вильоны, да, это одно, когда они уничтожаются. И когда они обрезаются, чтобы не загораживало крона, не загораживало рекламные конструкции. Это, в общем-то, выглядит достаточно ужасно. В последнее время городской голова любит появляться на субботниках в обнимку с лопатой на фоне саженца. Насколько деревьев, по милости Геннадия Леонидовича, уже погибло и еще погибнет в борьбе за полное преображение Одессы в духе самого мэра.